Анталия Спор Турция, Суперлига, камео Артема Дзюбы, но наш главный герой Федор Кудряшов Турция-Россия К нам тогда в качестве приглашенной звезды пришел Владимир Стогниенко И Саша Ниценко с моим коллегой, они комментировали этот матч Вот я была редактором на этой трансляции, я тогда впервые познакомилась с Владимиром Стогниенко И сейчас он мой начальник Вот, так вышло Теперь ваша очередь рассказать этот день 31 августа 2016-го я помню хорошо Так как это был день, когда мы играли товарищескую игру со сборной Турции Это была моя первая игра за сборную России И мы играли как раз здесь, в Анталии Жили в Белейке Я помню, у нас был утром завтрак И потом была разминка на поле Помню, было очень жарко и влажно В течение дня мы готовились к игре Вечером я сыграл свою первую игру за сборную России И сыграл неплохо Мы сыграли в ничью 0-0 Но эмоций было полно от этой игры Вы как раз играли на стадионе, возле которого мы сидим Да, все верно И сейчас вы опять играете на этом стадионе Да Но это еще не все Когда вы впервые приехали играть в Турцию Ваш дебют тоже связан с этим стадионом Да, в стамбульскую команду Башак Шехер я приехал И мой дебют оказался именно здесь, на этом стадионе И вы забили гол Да, и мы выиграли 1-0 И я забил гол Вам часто вспоминают этот гол ваши нынешние коллеги? Ну, из того состава никого не осталось Но один из директоров остался в команде Он помнит и иногда мы вспоминаем об этом Почему первый приезд в Турцию был таким коротким? Всего лишь полгода Я играл не так часто, как мне хотелось бы И, в принципе, я готов был остаться При условии, что если я не буду играть То команда могла бы за определенную сумму меня продать На что руководство клуба не пошло Да, к сожалению И я тоже не согласился Я просто боялся потерять место национальной сборной И, конечно, мне хотелось играть Тогда было, сколько, 3-4 года назад Но даже сейчас мне 35 И мне хочется постоянно играть Сейчас вы в Анталии спор Как вообще появилось это предложение? И вы уже на опыте той турецкой поездки Были готовы принять предложение с Турцией? Или же это было одно из немногих? Расскажите На самом деле, правильно вы сказали Не было так много предложений Плюс опыт того, что я уже был в Турции И был знаком с чемпионатом И Анталия все-таки русскоговорящий город У меня здесь моя родная сестра живет Уже больше 10 лет Ее муж, он ярый болеющий футболом Болеющий, правда, Голота-Сарая Но когда играет здесь Анталия Всегда все за Анталию болеют И он сестру говорил Пусть приезжает, все здесь будет хорошо Мы там все поможем, все устроим Ну, в принципе, так, наверное, я и согласился И нисколько не жалею Ну, все так и вышло, все хорошо Да, четвертый сезон здесь Четвертый год Мне здесь нравится Не только то, что касается футбола Но и жизни, погоды Я очень люблю теплый, солнечный климат Поэтому я очень доволен Вы же в первой своей турецкой команде В Истанбуле вы жили, соответственно, в совсем другом городе И по ощущениям это совсем другая Турция Здесь она абсолютно туристическая И здесь вы не устаете? Нет вот этого вот напряжения, что ли? Нет, здесь такого нету Здесь город небольшой Поэтому такого движения, как в Стамбуле, как в Москве Здесь нету И здесь, наоборот, спокойнее живется А, и то есть можно найти место, где мало туристов И спокойно себя комфортно чувствовать Да Ну, и с другой стороны, тоже много плюсов Почти все говорят на русском Да Это тоже очень хорошо А в клубе вы на каком языке общаетесь? Есть переводчик, он говорит на русском Есть массажист, у него жена Санкт-Петербурга Он тоже говорит на русском Есть плюс, пришли у нас зимой Луис, Адриан и Фернандо Которые играли и на Украине, и в России Говорят тоже по-русски А так на английском И за три года я не выучил турецкий Да, но когда что-то говорят, я понимаю Турция, с одной стороны, кажется, что страна не очень большая Но она гористая, да И все равно даже кажется, что близкие расстояния Все равно надо преодолевать на самолете Да, вы чаще летаете, да? Да Но большое отличие от перелета в Россию Да, что здесь самый дальний перелет Это час сорок А, вот так? Да, это из Анталии в Трабзон Полтора часа, все А все остальные перелеты в районе часа Вы с командами чаще летаете накануне, вот как в России? Или же можете с утра, например, прилететь и... Нет, мы тренируемся всегда здесь, в Анталии И после обеда, ближе к вечеру улетаем Там приезжаем в отель, ужинаем, отдыхаем, на следующий день играем и улетаем Здесь большая часть сезона проходит в жаре В такой вот очень тяжелой, ну, для тренировок, мне кажется, климате И как устроен тренировочный процесс? Вы тренируетесь рано утром, когда прохладно? Или поздно вечером, когда прохладно? Или же вот прямо в это пекло 35-40 и вас мучают, там гоняют? Ну, во-первых, у нас база расположена немного в горах То есть, недалеко отсюда, но там на 3-4 градуса всегда ниже температуры Плюс тренировки всегда, вот у нас получается в июле сборы всегда Июнь, отпуск Август, 8 вечером тренировка, 8-9 вечера Можно поспать? Да, и вечером уже не так жарко, но душно Но к этому привыкаешь Поэтому никаких проблем в плане погоды никогда А зимой, зимой, да, в этом году даже снег выпал первый раз за 30 лет Матч не отменили? Нет, я наверху, там, на базе, и через 5 минут он расставил А здесь вообще не было Игры же тоже проходят, вот когда жарко, в основном в вечернее время, да? Чтобы было комфортно? В вечер, да, вот как раз у нас до этого 3 игры было здесь в 21-45 Но здесь минус стадиона, что он закрыт, ну как, не продувается Да, и поэтому там... То есть у нас в России это плюс? Да, а здесь минус, да, и здесь очень душно Понятно А как устроена тренировочная база? Они очень похожи на российские? Там, например, можно жить или же... Да, можно жить, да? Да, можно жить То есть если будете плохо играть, вас можно закрыть на базе, да? И неделю как локомотив будете ждать победного матча Я ни разу не слышал, чтобы здесь кто-то прибегал к такой тактике Здесь как-то с этим проще Понятно, что когда есть неудачные игры И все недовольны, руководство недовольны, болельщики недовольны Но с этим не то, что нужно смириться А просто нужно продолжать работать дальше И исправлять на поле свой результат У вас есть и взрослые футболисты Вы, там, не самые старшие И капитан у вас, да, постарший И есть футболисты вашего возраста Но есть и молодежь И это... Ну, у вас получается баланс? Или пока, как бы, две разные группы? Ну, у нас все-таки, наверное, возрастных больше Да, и у нас, наверное, дисбаланс есть Все-таки я думаю, что 60 на 40 в пользу опытных и возрастных Вот так вот Ну, может, молодой тренер сейчас молодежь подтянет И свежая кровь, и все получится Еще из разряда совпадений Когда вы дебютировали за сборную России Вы, возможно, не помните, но, может быть, как-то потом, позже Это всплыло, кто сидел на скамейке запасных сборной Турции? Очень важный для вас сегодня человек Серьезно? Да? Я все проверила А я не помню Честно Может быть, мой тренер? Ваш тренер? Серьезно? Да Он тогда не выходил, ну, выиграть Но абсолютно точно был на скамейке запасных Вот И у меня как раз вопрос по вашему тренеру Абсолютно необычная ситуация Если я правильно понимаю Вы пришли где-то в одно время В одно трансферное окно Нет, он позже пришел Он даже позже пришел Он позже пришел, да Да, но он пришел в качестве суперзвезды Да Победитель Бундеслиги и всего такого, да? Человек, который поиграл в Реал Мадрид Борисе Дорман Борисе Дорман Эмпонировала его игра Поэтому, естественно, я Я знал, кто пришел к нам в команду И какой он игрок А как это все происходило на ваших глазах? Как он из игрока превращался в играющего тренера И, соответственно, сейчас тренера? Расскажите, как вот этот вот процесс происходил И почему решили его попробовать Дать ему шанс? Ну, год назад мы стартовали не совсем хорошо, как ожидали И даже, может быть, не сколько старт Сколько внутри командная атмосфера Наверное, повлияло на решение руководства Поменять тренера И я помню, как раз был перерыв на сборную И мне звонит один из директоров Который тоже говорит по-русски, кстати В клубе, да? Да, в клубе Потрясающе Вам там комфортно? И спрашивает Вот мы думаем, кого назначить Что ты думаешь, если мы назначим Нури? С вами даже советовались? Да Ну, так как я один, наверное, из самых опытных и возрастных в команде Поэтому у меня хорошие отношения И есть ко мне уважение Поэтому они могут звонить, спрашивать Я честно сказал, что у меня в карьере такого никогда не было Чтобы вот мы вчера с ним играли вместе Выходили на поле, а сегодня он мой тренер Я говорю, я не знаю, как это получится Это может получиться или не получиться Это на ваше усмотрение, ваше решение Я говорю, я не могу принимать решение за всех Вот В итоге они там Потом я узнал, что они звонили нескольким игрокам Да, также спрашивали, интересовались Ну и в итоге Его взяли И сразу обозначили, что у него очень большой кредит доверия Почему? Потому что он очень много идей, наверное, говорил Руководству, как можно тут построить клуб Сделать европейский клуб Постараться Я думаю, что они к этому прислушались И с тех пор Вчера он был со мной партнером по команде И на следующий день он стал главным тренером Он больше не был играющим тренером Но так как у него лицензии соответствующие Да, у нас другой считается главным тренером Ну и каково работать под руководством тренера, который даже немного младше вас? Для меня совершенно нормально И в команде не было такого, что кто-то проявил неуважение Или как-то спустя рукава относился к своей работе Потому что он пришел, сразу обозначил свои цели, свои требования И кто не выполняет, уходит В Истамбуле у вас был такой классический турецкий тренер А сейчас он турок по происхождению Но все равно это человек европейский Он долго работал с Юргеном Клопом, например Это заметно, что человек как бы из другой страны Или другая методика? Ну у него менталитет, да, другой То есть до этого здесь я работал только с турецкими тренерами А он все-таки хоть и турок, но совершенно по-другому мыслит И акцент делает на то, что делают в Европе У нас некоторые в России тренеры тоже такого европейского склада характера Поэтому интересные тренировки И на тренировках видно, к чему мы стремимся, к чему мы хотим Ну а вот есть какая-то вот отличительная особенность турецкого тренера? Просто чтобы вот... Эмоциональность Эмоциональность Да, 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 да Это, наверное, у всех у них есть И здесь иногда слово, оно сильнее, чем то, что ты делаешь Ну вы видите в нем какие-то перспективы Да, да Мне очень нравится с ним работать И видно, что он хочет совершенствоваться и постоянно расти Сейчас турецкий чемпионат становится все более и более звездным Приезжают футболисты с громкими именами Ну пусть и доигрывать, но все же, да И вы за эти годы видите, что уровень интереса к турецкому футболу, к турецким командам он растет И как-то развивается Со стороны кого? А внутри вот вы чувствуете, что уровень, например, растет Что соперники, это не только классические соперники, как мы привыкли, да, из России Мы смотрим, мы знаем Агафи, Нербахче, Галатасарай, Трамзанспор, может быть, ну еще пару команд А сейчас, нет-нет, да кто-то неожиданно выигрывает в Кубке Турции и что-то в этом роде Да, здесь этим интересен чемпионат, что каждая команда, она может преподнести сюрприз И по ходу всего чемпионата, и каждой отдельной игры Здесь, условно, команда, занимающая место в конце таблицы, она играет на равных с лидирующей командой А уровень чемпионата, он, в принципе, на одном уровне То есть нет каких-то перепадов, где один сезон уровень плохой, а следующий сезон высокий Нет, все, в принципе, ровно Но вот в этом году, вы сказали про звезд В этом году прям очень много футболистов звездных пришли в топ команды И от этого, наверное, еще интереснее будет сезон Ну, конечно, противостоять таким футболистам и тренерам в лице Пирла, например, да? Российские футболисты, да, их уже, если трое, да, вас, если я не ошибаюсь, да? Ребята как-то вам звонили, советовались, как тут, чего происходит? Или же вы не очень с ними? Ну, мы еще до этого разговаривали, наверное, год-два назад И с Магомедом, и Артем, когда у него тоже поступали первые предложения Еще из турецкого чемпионата тоже, мы, они спрашивали Магомед, вот, я знаю, давно хотел перебраться, где потеплее, да И поэтому, ну, они имели представление о том, как здесь и что здесь Поэтому я думаю, что немного времени на адаптацию, и у них... Но вы здесь как-то общаетесь, виделись хотя бы разом? Нет, мы не видели, потому что Магомед в Стамбуле, Артем в Адане Но с Артемом мы разговаривали, когда он подписывал контракт, как раз Агент, который ему помогал, он также мне помогал здесь с контрактом И мы созванивались как раз перед подписанием Ну, мы записываем интервью накануне вашей очной встречи, возможной, да? Правда, прошлый матч Артем, у него не получилось проявить себя Но вот мы все надеемся, что в матче с вашей командой он обязательно выйдет Вы уже как-то друг друга готовитесь, подтруниваете Какое-то есть такое соперничество? Да нет, я думаю, увидимся перед игрой, это как раз все обсудим Ну вот сейчас у вас пока что короткая, но, можно сказать, неудачная серия Да Как, на ваш взгляд, что происходит, почему не получается? Из трех игр первые две были реально провальными, в том числе и для меня Что-то сломалось Вот после победы над Робзоном дома мы 5-2 уверенно выиграли Вот не то, что там недооценка была или что-то Просто что-то в игре поломалось, причем у многих И предыдущий матч дома здесь мы тоже неудачно сыграли А последнюю игру на выезде против Кайсери можно, в принципе, занести себе в актив по сравнению с теми двумя Потому что мы, по-моему, вернулись на свой путь, который нам приносил очки победы в прошлом сезоне Осталось продолжать работать И я думаю, что очень надеюсь, что в ближайшей игре... Ну, то есть плохие новости для Артема Дзюба Да Замечательно Получается, что за Анталия Спор вы сыграли больше всего матчей В карьере В карьере, да, из других клубов Да, получается, да И как раз последняя игра была сотая, юбилейная С Дзюбой будет 101-ая Да Ну, я надеюсь, да, что... Победная И я, и он, мы выйдем, и мы выиграем Это будет вообще прекрасным завершением вот как раз этого цикла Да, но у вас же тогда, если вы будете играть, у вас будет противостояние, он будет на вас нападать, и вы будете защищать ворота Да, ну, это же футбол Да На поле друзей нет А у вас же тренер не спрашивал инсайды какие-то? Нет Что ждать от этого русского? Нет, у нас, наверное, сегодня как раз начнется подготовка Именно теоретическая часть к игре И если надо, то я про Артема расскажу Да, но я думаю, что и так все его знают И здесь тоже в Турции его знают Потому что помимо того, как он выступал за клуб Он очень много игр сыграл за сборную И забил как раз сборную Турции По-моему, не один гол Поэтому все его знают И все его сильные стороны знают Будет очень тяжело играть против него Плохие новости для Артема Дзюба на первый тайм Только в том, что он не попал в основу Уже второй матч подряд Он не играет за свою команду Посмотрим, что будет во втором Но в основном плохие новости пока только для Анталия Спор Они пропустили на первой же минуте На восьмой минуте один из игроков у них удалился Но игрок Аданы Ярослав Ракицкий Хорошо нам знакомый Решил уравнять составы И где-то в конце первого тайма он тоже удалился Совершил серьезное нарушение И сейчас команды в равных составах Также был еще незасчитанный гол Который тоже забил Адана У Анталии было несколько моментов Но, к сожалению, у них ничего не получилось Атмосфера на стадионе при этом все равно потрясающая Фанаты Анталии Спорт поют, не переставая Перекрикиваются с одной трибуны на другую Но я должна сказать, что на самом деле Болельщиков не так много, как хотелось бы И может быть все потому, что в Турции Чтобы попасть на Суперлигу И на футбол уровнем чуть ниже Необходимо также оформить фан-айди Есть специальная платформа, где надо зарегистрироваться и заплатить небольшую сумму денег О, а как много? Если я не ошибаюсь и правильно помню, то 38 лир 38 лир? Да, 38, кажется И когда ты заплатишь эту сумму, то ты будешь зарегистрирован И чуть позже специальная карточка придет тебе по почте Это все для того, чтобы защитить нас Когда ты покупаешь билет с этой картой, то это означает, что ты отвечаешь за свое поведение Если какие-то фанаты приходят с намерением плохо себя вести Например, гостевые болельщики То эта система вполне может остановить их Но платить за это и выдавать все свои данные работникам стадиона Это мне не нравится Турция славится какими-то особенными болельщиками И часто даже это бывает в такой негативной коннотации Люди побаиваются ходить на стадионы Вот, по вашим ощущениям Они действительно такие мощные и агрессивные Как иногда видно по телевизору на каких-то лиго-чемпионских матчах Или же в командах чуть-чуть уровнем пониже Они совсем другие и отличаются Я бы не сказал, что они отличаются Они все примерно одинаковые Но злые, грубые, неадекватные болельщики, я думаю, они везде есть Безусловно Но здесь болельщики очень эмоциональные И они безумно любят футбол Именно любят футбол И если они приходят болеть за команду То они отдают себя полностью Я могу сказать на примере мужа своей сестры Как раз, что он на следующий день после игр Здесь, в Анталии Он говорить не может Он ходит с друзьями, да И вот они на игре кричат Там все поддерживают На следующий день вот хрипует Вот несколько раз я уже с ним там встречался Потому что на следующий день обычно он на работу уезжает По понедельникам, да У нас игры в субботу или воскресенье Вот Но все равно с ним разговариваешь И он фрипит Он говорит, я вчера болел Болел, переживал Ну если простой российский турист захочет пойти на футбол Что ему ни в коем случае не стоит делать, наверное Как кого-то провоцировать, что делать Болеть против домашней команды Это главное? Да, потому что обычно на стадионах Везде у них есть сектора для гостевых команд Ну в принципе, когда у нас в России И там только болеют за гостей А если сидеть на общей трибуне, где болеют за хозяев И что-то потом кричать То это может потом плохо сказаться Да Ну вот возвращаясь к туристическому городу Здесь, конечно, россиян, наверное, бесконечное количество Вы можете спокойно пройти по улице? Что вас никто не узнает? Да, да, да Здесь в этом плане вообще все спокойно Ну а вообще часто узнают туристы, встречаются кто-то из России? Больше узнают турецкие Турецкие болельщики, да А они какие? Вот, допустим, наши сразу Ой, давайте сфотографироваться, давайте сфотографироваться В Англии, я знаю, но если где-то в пределах стадиона То они тоже бегают там сфотографироваться Или что-то им от них надо А если они встречают на улице, то у них как бы не принято Приставать к звездным людям И они могут улыбнуться, пройти там, поздороваться и пройти мимо А как турецкие болельщики себя ведут просто на улице, просто в быту? И так, и так бывает И так, и так? Да, да, да Некоторые подходят, просят сфотографироваться А кто-то просто там здоровается Желает удачи Ну, вы уже не молодой футболист, да И в последнее время очень-очень-очень много футболистов возрастных Они придумывали и пробовали разные технологии медицинские, подготовки Какие-то особенные способы восстановления, чтобы продолевать свою футбольную жизнь Как у вас? Вы просто чувствуете себя комфортно и удобно? Или вы что-то делаете специально? Я думаю, что каждый футболист, чем старше он становится Тем больше он начинает следить за собой За своей футбольной, околофутбольной жизнью То есть больше следит за тем, что ест, что пьет Во сколько ложится отдыхать Во сколько встает Я думаю, это комплекс Не то, что упражнение, а комплекс Совокупность всего Что помогает тебе сохранять свое здоровье Это помогает Почему многие играют еще лучше? Потому что у них есть опыт уже за спиной Они понимают, что они делали не так в молодости И сейчас они делают эти ошибки И продолжают играть на высоком уровне Вот там, вон, буфонов взять Да, он вратарь Да, он вратарь, но все равно и защитников, и полузащитников Нападающих найдется Поэтому я не исключение Я тоже стараюсь правильно вести свою жизнь Питаться, спать, отдыхать, восстанавливаться И плюс дополнительно индивидуально заниматься С собственным тренером С собственным тренером, да? И это именно вот и по восстановлению И по подготовке Да, вообще по всему То есть я ему доверяю Мы уже седьмой год вместе И я очень рад, что я с ним работаю Я неоднократно уже в интервью говорил Что он мне продлил мою футбольную жизнь Чем свободно от футбола времени вы здесь занимаетесь? Как проводите время? Учусь Учитесь? Рассказывайте Ну, учусь языку Так Язык китайский для меня, да Мне очень нравится И с репетитором онлайн занимаемся Даже решил, что Сначала первое время занимался Просто на разговорной Сейчас добавил иероглифы тоже изучать Ну, кстати, в Китае тоже заканчивают карьеры Звездные футболисты Так что Кто знает Все может быть Также Есть несколько онлайн платформ По инвестированию Потому что я понимаю, что Недолго мне осталось Ну, я надеюсь Два-три года еще поиграть А дальше Нужно Искать себя Потому что Очень многие футболисты сталкиваются с тем Что после карьеры Они не знают, чем заняться И попадают В депрессию Из которой Кто-то выходит А кто-то Кто-то выходит и Становится тренером Идет учиться на тренера Кто-то не выходит из этой депрессии Я Не хочу Становиться тренером Потому что Если Становиться тренером То нужно Становиться хорошим тренером А для того, чтобы быть Хорошим Тренером Нужно Очень много учиться И очень много времени Тратить Именно на Футбол На обучение Я вот смотрю Сейчас на Нуре Человек Там Не видит Свою семью Он просто Постоянно анализирует Предыдущий матч Следующий матч И Я Также Там Видел Как работает Бердыев Да Со своей командой Знаю Как Станислав Саламович Черчесов Тоже С Ромашенко С Мирославом Юрьевичем Работают Я Для себя Определил Что только Не футбол Только Не тренером Потому что Это явно Не мое Если Не тренером То Кем вы хотите быть Когда вырастите Это Тяжелый вопрос Честно Я ищу Я ищу себя Еще Не могу С уверенностью Сказать Но Хотелось бы В плане В сфере инвестиций Да И Конечно Хотелось бы Открыть Своё Какое-то Дело Ну а так Для души Я Наверное Давно Очень мечтал Открыть Небольшое Какую-нибудь Кафе Закусочную Да Может быть Знаете Как В фильмах Американские Показывают Такой минивэн И где-то С одного места На другое Да Где я сам смогу Возле стадионов Можно как раз Останавливаться В принципе Готовить Да И Любите сам готовить Да Мне нравится готовить Честно Здорово На стадионе просто невероятно жарко Сидеть жарко А я не понимаю Как они играют У футболистов Здесь есть водные паузы Но Это Невозможно абсолютно Как находиться в таких условиях Очень высокая влажность И Судя по футболу Действительно Футболистам было очень непросто Он был достаточно медленный Но очень насыщенный Разными событиями Мы во втором тайме Увидели еще два гола Еще одно удаление Это было как раз У Анталья Спора Они опять остались В меньшинстве И как раз пропустили Все что только можно И был один незасчитанный гол Федора Кудряшова Заменили на 77-й минуте Артем Дзюба Так и не вышел И я даже Честно говоря Не знаю Что нам ждать В мигзоне Наверное Никто и не остановится Но с другой стороны У Артема Особенно у Федора Были в жизни Ситуации посложнее Так Теперь снова Оксанкина игра Теперь немножко грустная Я сейчас буду описывать 14 ноября 2021 года Я проснулась в городе Сплит Погода была хорошая Но она как-то испортилась Буквально за час-два И пошел какой-то непонятный Неприятный Абсолютно холодный И жуткий дождь Я собиралась на футбол Играли сборная Хорватии И сборная России И я прочитала Что зонты брать на стадион нельзя И пришлось идти как и было Мы долго стояли в очереди Проверяли ПЦР-тесты Которые надо было российские Менять на европейские На один день Чтобы пройти на стадион Стадион со стороны Казался невозможно красивым Но он оказался абсолютно холодным И по трибунам помещения Не было даже чаю Но зато было какое-то Бесконечное количество пива Бесконечное количество жидкости Вокруг Дождь идет Это пиво, вода И стадион Потрясающей Хорваты Они замечательно поют Но при этом все равно Какая-то нелепость Полный стадион воды Бедные футболисты Не знают, что там делать И одна команда, и другая Рваные чувства И ты не понимаешь вообще, что происходит И почти под самый конец Команда За которую я болею Забивают автокол Вот И Я не понимаю То ли мне очень холодно То ли я очень устала То ли мне очень грустно Но на утро Я как-то Поняла, что Ну что Ну так бывает Да, твоя команда Иногда проигрывает И бывает вот так Теперь это шутилы Я тоже помню этот день И тоже, как и вы Проснулся в этом городе Сплит В Хорватии Помню с утра Перед завтраком Я сходил Мы жили недалеко от От моря И я спустился на набережную Буквально минут 5-10 Посидел там И вернулся В отель Мы готовились Да, потом Уже После, наверное, ближе к обеду Начался дождь И продолжался весь день Готовились Я Догадывался, что буду играть И поэтому Анализировал свои действия В будущем Да, как играть Еще раз смотрел Подборку По сопернику Игра получилась очень тяжелая И Очень эмоциональная Я не скажу, что Трибуны как-то Дополнительно давили на нас Но Игра у нас, наверное Не получилась В тот день К сожалению Ну, наверное, по многим причинам Тут можно только гадать Что случилось И в концовке Произошел момент Из-за которого Наша команда Не смогла пробиться В финальную часть Чемпионата мира Напрямую И Случился автогол Мой автогол Я уже об этом рассказывал И Это был тяжелый момент для меня Потому что Я в тот момент понимал Что Как и насколько сильно Я подвел Себя Партнеров по команде И Всю страну И от этого Было очень больно Но Как быстро все пришло Спасибо Партнерам по команде Моим родным И На удивление Очень много людей Которых Я не знал Не знаю Да Они Спасибо им всем Они меня поддержали И Мне намного быстрее Стало легче Чем могло бы быть Потому что Каждую неудачу Я Очень Сильно Переживаю И пропускаю Через себя И С возрастом Я Не научился Относиться К этому Спокойнее Ну В какой-то степени Научился Но Не так Как Нужно Я считаю Наверное Плюс Приехал я сюда В команду И Здесь Меня тоже Тренерский штаб Поддержал Наверное Мне Хватило Недели Чтобы Уже Переключиться Снова На Клуб И Продолжать Работать Потому что Можно было Сдаться И Переживать Это Все Очень Долго И От этого Я уверен Я бы Не показывал Свой максимум На тренировках В играх Поэтому Я Переубедил Себя Внутри Что Нужно Продолжать Продолжать Работать И Если Я буду Продолжать То Эта боль Внутри Она уйдет Мой второй Руководитель Рома Гуцайт Часто говорит Что Есть две категории Футболистов Одних Какие-то Сложные вещи В карьере Такие Вот Серьезные Какие-то Падения Неудачи Они Одних Просто Разбивает И Они Могут Вплоть до того Чтобы закончить карьеру А других Они делают сильнее Вы стали сильнее? Да Ментально Да И Много книг Читал еще до Да Про Как раз Как Ментально Нужно Готовиться На какие Моменты Стоит Обращать Внимание Везде Пишется Что Не победы Нас делают Сильнее А именно Падения Сильные Падения Они Позволяют Нам становиться Сильнее И я думаю Что это верно В итоге Получилось так Что в нашей жизни Не ваша ошибка Оказалась роковой Да Что сборная Не вышла Туда где В принципе Должна быть После матча Федор был расстроен Он подошел И попросил прощения Что не поговорить С нами Но он не отказался Подписать майку Которую мы решили Разыграть в телеграм-канале ОКО-спорт До матча Мы попросили Артема О коротком интервью Попробовали еще раз И после матча Но он Не согласился Для ОКО-спорт Ну к сожалению Как мы и ожидали Никто из ребят Не остановился И возвращаясь К нашему разговору О том Что тяжелые ситуации Делают спортсменов Сильнее Мы надеемся Что сегодняшний матч Сделает наших ребят Сильнее Этим летом Вы объявили Что в сборной Заканчиваете Свою карьеру Давайте тогда Мы вспомнили Грустный момент В вашей карьере В сборной А давайте вспомним Самый классный момент Самые приятные дни Я думаю Это для всех Чемпионат мира Домашний Я думаю Вообще Весь чемпионат мира Домашний Можно Вспомнить Потому что Это было нереально И Наверное У каждого футболиста Только один раз В жизни Может быть момент Сыграть На домашнем чемпионате Именно Домашнем чемпионате мира Любого болельщика Посетить Домашний стадион На чемпионате мира Это конечно Да Ну естественно Это игра С Испанией Да Которая Всем запомнилась То как оно проходило И Какая была развязка И В клубной карьере Какое ваше самое яркое впечатление Для меня Лига чемпионов Да В Ростове Просто участие Или Участие Игры Да Я с детства Мечтал Слушать на поле Гимн Лиги чемпионов Как футболист Да Как футболист И поэтому Когда Удалось Этого добиться Это было что-то С чем-то Вообще Нереальное И каждая игра Была В Лиге чемпионов В квалификации Которую мы играли Это был праздник Поэтому Это было золотое время Ну вы счастливый футболист Да Да Ну и давайте тогда О будущем Все равно Вы говорите Что два Может быть три Года еще поиграете Какие задачи Что вы хотите За эти два-три года Гостичь Хотелось бы Что-то выиграть Здесь в Турции Хотелось бы выиграть Или чемпионат Или кубок Я думаю Что Есть все предпосылки Для этого Для этого Нужно только работать Спасибо Вам спасибо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok